Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я замужем, но влюбилась в женатого мужчину, он живет в другом городе, летом у нас были отношения на море несколько дней, теперь только переписка. Сначала она была страстной, сейчас он сказал боится, что жена узнает, стал реже писать, может 5 дней не писать, хотя говорит любит меня. Но если человек любит, то он не пишет каждый день, разве нет? Я всегда хочу отвечать на его звонки и сообщения, но если он не пишет, меня это изводит. Я страдаю, писать первый не хочу, скажите пожалуйста, писатель звонит первым, кто должен, я себя не хочу навязывать, я не знаю почему он действительно этого не делает сам. Но, возможно, манипулирует таким образом. Ну, смотрите, вот, по поводу того, кто должен писать сам, я думаю, что здесь всё упирается исключительно в то, чего хочет сам человек, вот, то есть, ну, условно говоря, там, если человек хочет, да, писать, ну, сам, вот, то, ну, на мой взгляд, нужно писать, если человек сам хочет это, ну, вот. Ага, если человек, как-то, ну, не хочет писать, например, да, опять же, опять же, сам, если человек, если человек не хочет писать, ну, значит, писать не надо, вот. То есть, эта история не про то, кто кому что должен, а эта история больше про, про то, хочется ли, хочется ли, вот, какая штука. Вот, поэтому, я думаю, вот, самый главный момент, это момент, а, хочется ли вам писать. А вы говорите о том, что не хотите навязываться, вот, что для меня, как-то, ну, ну, вы знаете, означает, то, что вы себя, как будто бы, обесцениваете, что ли, вот, ну, на мой взгляд, ну, по крайней мере, это выглядит, таким образом. И я думаю, что если мы, ну, найдем причину, по которой вы себя обесцениваете, да, то мы сможем и одновременно понять, хотите ли вы, вот, допустим, ну, на самом деле, человек человеку писать, потому что, сейчас, сейчас, на мой взгляд, вы, вот, через, написание, да, ну, сообщение, решаете какую-то свою проблему, да, например, вопрос, там, подтверждения, собственно, собственно, собственные ценности, вот, и так далее, вот, это очень такой, как мне кажется, важный момент, вот, и вот, соответственно, тут вот такой, такой, ну, такой аспект. Дальше. Дальше. Идем. Вы, в свою очередь, пишите, значит, потом, вот, как раз, сейчас, что вы жамужет и что мужчина женат. Я думаю, что ваша задача заключается в том, чтобы определиться, как вы хотите вообще развивать свою жизнь, потому что совершенно очевидно, что если вы, будучи замужем, влюбились, что совершенно очевидно, что у вас есть какие-то вот проблемы. И соответственно, эти проблемы, как я думаю, вам нужно решать. Эта проблема вот именно, ну, значит, ну, проблема внутри вас. Так вот, я думаю. И соответственно, будет у вас все потихонечку налаживаться. А то, что вы пишете сейчас, это больше про компенсацию. То есть, вы пытаетесь компенсировать что-то, какую-то неудовлетворенность, ну, браки, например, опять же. И соответственно, отсюда вот такая идет. Тенденция, вот, к тому, чтобы ждать от человека сообщения, да, и в целом, вот, видишь, чувствуете свою к нему вот тягу, тягу именно вот в контексте потребностей. Понимаете, да? Вот, собственно, такой ответ. И я думаю, что невозможность для вас сейчас, значит, посмотреть на ситуацию более широко, вот, обусловлено именно вот привычными ограничениями, страхами и обесцениванием себя. Я думаю, как-то так можно вам ответить. Интересно, что вы считаете, да, что вы вот полагаете, что к отношениям, может быть, применимо, даже словами какое-то. Ну вот. Это вот очень такой интересный момент. на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд. Хотелось бы увидеть, как вы к этому, ну, как вы к этому подошли. Желаю вам всего самого доброго, удачи, а, может, обращайтесь за помощью, всего самого хорошего. Хорошего. Спасибо.